Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Можно ли просить Господа о помощи в вождении автомобиля? Хочу научиться водить автомобиль, но как сажусь за руль, нападает какой-то страх. Можно ли просить об избавлении от страха и научиться водить автомобиль? Каждый раз, когда нам страшно, даже не страшно, когда мы начинаем новое дело, мы молимся Господу Богу. Перекрестились, Господи, благослови. На педаль нажали, дорогу перекрестили, на иконочку посмотрели, где она там есть у тебя, где-то должна быть, если нет, повесь. Не хочешь вешать, просто Господу помолись, выклете сердце его. И вперед, и поехали. Все, на заправку заехал, мотор выключил, сел, завел, новый путь начал, опять перекрестись, дорогу благослови, скажи, Господи, благослови, Господи, помоги. И так каждый раз, вот новую поездку начинаешь, каждый раз, Господа Бога, проси о помощи. Во всяком случае, я всегда так делаю. И вам советую, и пока все, слава Богу. И в любой ситуации, когда нам страшно, можете послужить, попросить, чтобы батюшка послужил молебен, о начале всякого доброго дела. Батюшка, я пошел на курс автомобильный, помолитесь, пожалуйста. Батюшка, я вот окончил, начинаю ездить, как-то страшно, давайте молебеном служим. Перед началом всякого благого дела. Благое же дело, благое. И будет вам счастье, я вас уверяю. Это очень-очень хорошее средство. Так что личная молитва, молитва с батюшкой. Помните, что пока опыт не придет, все равно будет страшно. Я уже сколько лет езжу, все равно каждый раз страшно. Ты летишь себе на этом пушечном ядре с огромной скоростью, шляпа с тебя не слетает, но это огромная скорость. Все равно страшно, да, не дай бог аварии, еще что-нибудь. Поэтому помните, что все, практически все автомобильные аварии из-за превышения скорости. Из-за того, что думаешь, ну, надо же быть в общем потоке, со всеми, надо же побыстрее, чтобы меня не обгоняли. Пусть обгоняют, едь все 80 километров или 70, пусть обгоняют, пусть кто-то возмущается. Ну и ладно. Главное, едь спокойно. То есть если ты сидишь в автомобиле у тебя, ты весь мокрый, ты весь потный, тебе страшно ищешь до жути, едь помедленнее. Не обращай внимания. Говори Иисусову молитву. Не слушайте быструю музыку, которая подталкивает вас к ускорению езды. И с текстом, который вам понятен, в том числе там отечественная музыка. Потому что мозги тогда откликаются на то, чтобы слушать слова. То есть хочешь не хочешь, подсознательно все равно это будет работать. То есть сознание меньше участвует в процессе езды. Когда ты будешь уже там 20 лет ездить, это уже другой вопрос. Многие вещи уже просто на автомате совершаются быстрее, чем мозг может отреагировать. Но первых пару лет я вам советую ездить без быстрой музыки и без каких-либо текстов. Что-нибудь спокойно. Болеро Ревеля. Как раз. Уж точно превышать не будешь скорость под болеро. Ну и репит. Нажмите и пусть себя там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. И так далее. В конце он уж побыстрее играет, поэтому под конец скорость все-таки все равно регулируйте. Что еще добавить? Пусть Господь, Бог, оберегает вас от всякого зла. Машинку осветите обязательно. Она от этого не станет святой, как просфора или вода, которую мы освещаем. Она становится особенно, ее на дочах вкушаем. Подвозите бабушек после литрогии, подвозите батюшек, если видите, где-то там голосуют. И не естите по греховным, злачным местам. Храни вас Бог всех нас и всех автомобилистов. И нас всех пешеходов от автомобилистов. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok